Сегодня в области проблема ветхого и аварийного жилья стоит остро. За полгода на Сахалине и Курилах расстелили почти 30 тысяч непригодных для жизни квадратов. Валерий Лимаренко держит на жестком контроле строительство новых зданий. Только в этом году ожидается вот не менее 430 тысяч квадратов. Это беспрецедентная цифра для региона. Губернатор лично встречается с нуждающимся в переселении, не оставляя проблему на самотек. Это переселение в построенное жилье, которое будет строиться, сейчас строится и будет построено в будущем году. Это переселение в жилье, которое будет строиться на юге. Это для одиноких пенсионеров. Приблизительно 1 тысяча квадратных метр востребовано сейчас. В некоторых случаях переселенцам предлагают выбрать жилплощадь в другом районе, либо дождаться сдачи свежепостроенных домов. Особенно остро эта проблема стоит в Ахе, где еще 25 лет назад целый район пострадал от сильнейшего землетрясения в Нефтегорске. Здесь люди до сих пор ждут, когда они смогут переехать в новые помещения. Эта проблема на севере будет решена уже в ближайшее время. Всего в области в этом году отметят новоселье более 3800 сахалинцев и курильчан. Хорошим подспорьем для островитян стали ипотечные предложения, которые сейчас активно действуют на рынке. В первую очередь это дальневосточная ипотека. Она позволяет получить до 6,5 миллионов рублей по 2% годовых. Приобрести жилье по сниженной ставке можно и в сельской местности. Все эти программы ввели в течение последнего года. Губератор области считает, что такая помощь позволит сахалинцам улучшить свои жилищные без больших переплат.